Образование на уровне. Учебные итоги минувшего года подвели на отчетной коллегии профильного департамента. Начальник ведомства Ольга Антонова в своем докладе напомнила об основных достижениях региона. Лидирующие позиции по стране Ивановская область занимает в сфере дошкольного образования детей от 3 до 7 лет. В 2017-м создано более 400 дополнительных мест в детсадах. Говоря в целом о финансировании отрасли образования в Ивановской области, отмечу, что в 2018-м году рост финансирования по сравнению с 2017-м годом увеличился на 1,4 миллиарда рублей или почти на 23%. Коллеги, важно на всех уровнях управления образованием эффективно использовать целевые средства. Не отстает и общеобразовательное звено. Строят две новые школы в поселке Савино и Родниковском районе на 700 и 150 мест соответственно. Учащиеся показывают высоте результаты выпускных экзаменов. 23 11-классника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Серьезная работа ведется и в сфере доп. образования. Особое внимание уделяется техническому развитию юных ивановцев. Самое большое достижение, это же конечно приближение замечательного дня, открытие технопарка Кванториум, который построен в городе Иваново для всех детей Ивановской области. И как только что сказали на коллегии департамента, более чем 77 миллионов рублей федеральных и региональных средств потрачено на то, чтобы дети занимались современным дополнительным образованием. Несмотря на увеличение финансирования отрасли, оклад педагогов по сей день остается сравнительно скромным. Раньше, чтобы заработать, учителя были вынуждены брать дополнительные часы. Теперь задача администрации школы снизить преподавательскую нагрузку. Хочу сказать, что средняя нагрузка педагогов школ Ивановской области по итогам 2017 года составляет 1,3 ставки или 23,5 часа педагогической нагрузки в неделю, а не 36 часов, как объявляется на некоторых дискуссионных площадках. В прошлом году Владимир Путин подписал указ об объявлении в России «Десятилетие детства». За это время, помимо прочего, и система образования должна качественно преобразиться в лучшую сторону. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново. Продолжение следует... Продолжение следует...